Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в частности, вот в этом докладе. В прошлый раз, если помните, я выступал с темой арабского герметизма, который действительно практически не освоено у нас в исследовательской традиции. До этого я говорил о самих терминах герметизма и герметизизма, то есть, ну, в принципе, кому интересно, можете смотреть эти доклады, они уже давно находятся в сети. Помимо прочего, осталось еще несколько таких вот белых пятен истории герметизма. Это в том числе латинская герметика. О ней вот два слова скажу. Это, может быть, даже задело на будущее, чтобы в следующий раз тоже выступить с такой темой. Собственно, речь идет о более двух десятков текстов латинской герметики, которые не то чтобы на русский язык, даже не все переведены на европейские языки. А это достаточно крупные, можно сказать, два-три тома изданий, там, где вот именно тексты, которые считалось, что принадлежат Гермесу Трисмедисту, они либо переводы с арабского на латынь, либо латинские, собственно, тексты. Ну вот я вам тоже показывал уже сегодня на презентации небольшую книжечку Либер Рунаром, которая из этого собрания. Они, кстати, опубликованы в нашу современность в собрании «Корпус Христианорум» в нескольких томах, и, кажется, один готовится еще. То есть к этому еще, может быть, вернуться. И вот наша сегодняшняя тема, собственно, я посвящаю 17 веку непростому для герметизма, для восприятия герметического корпуса, поскольку, в общем-то, этот век именно преломил взгляд на герметический корпус и на герметицизм в целом. То есть имея представление более широкого порядка, связанного с алхимией, с астрологией и прочего, это, конечно же, переломный этап вообще формирования знания, да, как вы знаете, дальше уже от эпохи Возрождения мы следуем к новому времени, да, и наука начинает меняться. И вот этим показательным моментом было восприятие корпуса и прочих текстов, вообще фигуры Гермеса Тресмедиста в ученых и религиозных кругах. И обычно в отечественной историографии, в различных тоже статьях и книгах, этому периоду уделяется всего несколько строк. Наверное, виной тому популярная книга Фрэнсис Йеттс «Герметическая традиция Джорана Бруна», где, собственно, Йеттс говорит о том, что вот благодаря Исааку Козабону, или благодаря его работе как филолога, да, в 1614 году он вот постановляет, что герметический корпус и, собственно, книги, связанные с герметизмом, они не являются настолько древними, как их считали переводчики эпохи ранее, да, и особенности Марсилия Фичина, Пикаде Мирандола, Патриции и так далее. Вот. И вот приорат этой древности начинает шататься из-за того, что была проведена первая, наверное, действительно исследовательская работа. Вот в комментариях к каналам Цезаря Барония Исаак де Козабон, он решает пройтись по герметизму по-крупному и выделяет то, что на самом деле, да, герметические тексты не соответствуют тем реалиям, которые к ним приписывают. То есть они не могли быть написаны в глубокой-глубокой древности на египетском языке, там, во времена Моисея, Еноха или еще ранее, да, и не могли никак повлиять на Платона, Пифагора и прочих греческих философов, потому что, скорее всего, как раз-таки наоборот. Во-первых, там, платонизм, пифагоризм и прочие элементы греческой философии повлияли на герметический корпус, и он это последовательно доказывает. Переносит эту датировку благодаря изучению языка, на котором написаны трактаты, а язык это, в общем-то, позднегреческий Коэне диалект в области Александрии египетской, то есть это поздне-елинский такой период, и находит даже несколько несоответствий, которые, о которых, может, чуть-чуть позже, да, скажем, которые не соответствуют периоду написания, если бы тексты были написаны в глубокой древности. Также Исаак де Казабон говорит о том, что все-таки герметические тексты были написаны под влиянием христианства, за что, кстати, получает сам критику от своих современников, и последующие эпохи отрицают уже это представление о текстах герметизма, что на них напрямую, по крайней мере, повлияли тексты Нового Завета, то есть есть некоторые параллельные места, но скорее исследователи уже сходятся во мнении, даже в том 17 веке, что эти места просто, поскольку источник бытования и христианских, и герметических произведений был, ну, примерно один, то есть одна среда была, и поэтому эти идеи ходили и близки. И я напомню вам, что в герметическом корпусе нет никаких отсылок напрямую к Христу, христианству, и даже к иудаизму есть отсылки косвенного характера, ну, как общих мест близких к цитатам из книги Бытие. И таким образом, в общем, по Фрэнсис Ес, Исаако Забон сказал, да, и в общем все, на этом интерес к герметизму должен был пропасть. Это и так, и не так, поскольку еще целый век обсуждалось, и даже, можно сказать, до сих пор есть некоторые противоречия в этой концепции Исаака до Казабона, но вот в XVII веке конкретно очень сильно обсуждались эти вопросы, и, собственно, ну, во-первых, Исаако Забон был не первый, кто высказал такую теорию о том, что герметические тексты, некоторые, ну, либо даже поддельные христианские тексты, либо не соответствуют тем реальным. Первые же были, в общем-то, исследователи еще немного раньше жившие, это Матье Берольд, Адриан Турнеп и Жильбер Женебра. Да, я прошу прощения, буду зачитывать некоторые имена, потому что их много, и названия тоже достаточно сложные к произведению бывают. И здесь вот эти вот три товарища, жившие на полвека раньше, точнее, ну, да, жившие и писавшие на полвека раньше, они, собственно, уже начали задаваться вопросом о видении соответствий, а одно из соответствий, которые в том числе выделяет Сако де Казабон, это упоминание скульптора Фидии, скульптуру Фидии, который, собственно, сами понимаете, да, жил, в общем-то, уже не, ну, достаточно исторические времена. Вот, и также упоминание Сивил, но упоминание Сивил на самом деле ввел Марсилио Фичино при переводе, то есть там в самих аутентичных текстах Сивилы не упоминались, и за это тоже критикуют, вот, критиков герметизма, но, в любом случае, вот Фидии там упомянули. Вероятно, Сако де Казабон знал эти работы и в том числе на них опирался в своем вот этом разгромном исследовании, но, опять-таки, повторюсь, что не сразу была принята концепция Сако де Казабона. Различные философы и представители различных знаний наук того времени, они после вот этой вот идеи начали, собственно, занимать две противоположные позиции, да, либо за, либо против, либо дополняя как-то еще через свои воззрения. Например, Афанасий Кирхер, да, в своем труде «Дип египетский», он, собственно, один из немногих вообще авторов, который рассматривал традицию герметизма, как «Корпус», так и «Изумрудная скрижаль» и алхимические произведения, которые были в то время популярны за счет различных движений процессизма. Он, собственно, в своем произведении также отчасти критикует, говоря, что все-таки, да, эти тексты могли быть написаны более ранее, получается, время, но, с другой стороны, в общем-то, не сомневается в их некоторой аутентичности и говорит о том, что, возможно, такой даже персонаж, как Гермес Тресмегист, он существовал, да, либо их было несколько. На самом деле, эту теорию, в принципе, весь XVII век поддерживает другие исследователи. Я имею в виду вот именно представление о том, что все-таки Гермес Тресмегист, либо кто-то, подписывающий его именем, существовал в той или иной мере, то есть критиковались больше сами сочинения, нежели эта фигура, но данность этой фигуры уже переносилась не из вот этих допотопных времен, как было раньше даже вот у отцов церкви, да, это фигурирует, соответственно, у арабов это фигурирует, да, что вот где-то в допотопные времена жил Гермес Тресмегист, и он написал эти трактаты. Да, то есть все уже начинают потихоньку соглашаться с тем, что датировка эта переносится на век нашей эры, в том числе Исаак Даказабон, он считал, что третий, четвертый век, вот до него трое тех представителей, которых я назвал, которые также критиковали, они даже считали, что четвертый, пятый. Но все меняет момент появления, в общем-то, такого исследователя, как Герман Конринг, который начинает критиковать с помощью тех доводов, которые приводит Сагда Даказабон, уже не герметический корпус, а движение парацелесистов в пику того, что они, по его мнению, свою древность и свое подтверждение своих теорий, которые в том числе он считал нерабочими, и даже их лекарства и какие-то действия опасными, ненаучными, естественно, уже как бы в таком смысле. Да, он считал, что причина в том, что они слишком себя превозносят в плане того, что они имеют отношение к Гермесу Тресмегисту, к древней мудрости, и вот этим постоянно бравируют. Это было, кстати, так только к поздним последователям Парацелеса, то есть сам Парацелес и его ближайшие ученики, они не считали себя приверженцем Гермеса Тресмегиста и так далее. Кстати, более того, что Парацелесийское движение чаще всего не упоминало вообще никак трактаты герметического корпуса, ссылаясь только на изумрудную скрижаль и другие произведения, которые, в общем, практического характера, то есть низкой герметики, а философскую герметику они в большинстве случаев подгонорировали. Тут же получается, что Герман Конринг, он говорит против Парацелесистов, используя аргументацию в том, что герметический корпус был написан не в то время, когда читалось, и, соответственно, изумрудная скрижаль и все остальные тексты, они, в общем, подпадают под этот же момент автоматически. Соответственно, ему, конечно же, начали противоречить, и даже с похожим сочинением выступил, который практически один в один повторяет название произведения Конринга о медиках и древнеегипетской мудрости. Это Олаф Борх или Борихиус, Борихий по-другому переводит. Он, в общем, говорит, наоборот, за Парацелесистов, что, в общем-то, приводит огромное количество цитат из различных герметических произведений, но, опять-таки, не касаясь герметического корпуса, отстаивает именно парадигму Парацелесистов. То есть, получается так, они критикуют друг друга, но доводы один, невзирая на, собственно, изумрудную скрижаль и какие-то моменты, связанные с практическими Парацелесистскими трактатами, но критикуют, используя Исаака де Казабона в качестве аргументации его аргументацию, а другой же Олаф Борх, он, наоборот, игнорирует полностью герметический корпус, критикуя самого Конринга и приводя доводы различными мифическими цитатами Гермеса в пользу Парацелесистянства. То есть, друг друга не слышат, не видят, но при этом борются. И того, и другого было очень много сторонников, это, в общем, было в середине XVII века. Далее, также защитниками герметизма, получается, герметического корпуса его древности и важности вообще для культуры являлись кембриджские платоники, которые, в общем-то, по традиции, исходящей от фичина, продолжали вот это вот, ну, можно даже сказать, в чем-то и почитание герметического корпуса. Такой исследователь, как Ральф Кедвард и далее Генри Мор, Герберт Червер, все они, в общем-то, стояли на тех позициях, что герметический корпус, несмотря на его даже передатировку, да, все равно имеет высокое значение для, собственно, истории, для культуры, для философии, да, и это отрицать нельзя. Но они, скажем, были в меньшинстве в тот период, хотя, собственно, наверное, их вот это, они рассмотрели, уже поставили вопрос не о датировке, да, которую вот начали бороться после Исаака Казабона, да, за или против, они уже поставили вопрос, что называется, ребром, то есть неважно, какая датировка, допустим, ладно, мы согласимся, что это наша эра, да, начало нашей эры, но при этом мы подведем вопрос о важности, о значимости, вот в то время тогда уж и последующие этапы герметического корпуса. Собственно, вот, наверное, это также повлияло на исследователей будущих времен, которые начали уже рассматривать критику эту, как просто данность истории, что да, вот доказали, но при этом мы не должны с водой выливать младенца, да, вот, то есть важность герметизма, она остается при своем. С другой стороны, также в плюс герметизму и в плюс алхимии выступал Николай Петреус, который говорил за то, что, в общем-то, из герметизма, ну, имея в виду прежде всего низкий герметизм, различные манипуляции магического характера, алхимию и прочие, да, там, астромедицину, говорил о том, что она повлияла непосредственно на науку. Это не, вот, ну, на науку, понятно, в представлении 17 века и предыдущих этапах, без которого, в общем, герметизм, ну, без герметизма ее рассматривать нельзя. Опять-таки, эта вся история не закончилась, продолжилась более таким капитальным ударом по герметизму, когда на арену вышел новый игрок, да, Даниэль Колберг, который, в общем, в своем сочинении выступал против фанатичных движений 17 века. По его мнению, это были те же парацельсисты, бомисты, пиетисты и многие другие, которые в том числе использовали, естественно, герметизм, как, ну, как и сейчас многие, кстати, движения эзотерического характера, они как бы себя считают, вот, да, мы из древности, мы являемся вот непрерывной ветвью традиционного герметизма, который вот с древности до наших дней шел. Тогда, собственно, этими людьми были вот в основном бомисты, парацельсисты и пиетисты. Он критикует их, опять-таки, используя уже обе концепции и Исаака де Казабона, и Германа Конринга. И в основном, да, критикует вот эти движения за их несостоятельность, из-за того, что они вот черпают свои идеи из той древности, которая была, по сути, мифологизирована очень долгое время, а сейчас это уже не нужно. За ним следует также лютеранин, так же, как и Даниэл Колберг. Да, что интересно, Фанасий Кирхер забыл сказать, да, он иезуитом был, как вы знаете, да, то есть тут, получается, католическая такая ветвь, да, прогрессивная, она была за, скорее, в большей степени герметизм, чем лютеранская. Вот, а лютеранская ветвь, получается, была против, потому что они были против движений, которые, ну, мешали им, наверное, развиваться, существовать в то время, да, были их конкурентами. И вот Фридрих Бюхер, он, собственно, продолжает эту критику движений, но уже сконцентрировавшись на пиетистов. Он, получается, говорит о том, что пиетисты, они черпают свои знания из языческой среды, из учения Платона, из учения Пифагора и из учения Гермеса Тресмегиста. Ну, пытаются вот как тоже выдавать это за христианскую мудрость. Конечно, пиетисты и их такой родоначальник Филипп Якоб Шпендер не могли согласиться с таким утверждением. И всячески вот в конце века, в 1700 году, Шпендер публикует работу, в которой он говорит о том, что, собственно, пиетизм, он не черпает мудрости из языческого нарратива, а прямо непосредственно из Библии и начинает доказывать, попутно, получается, избавляясь от герметизма, говоря о том, что на самом деле, если мы приводим герметические какие-то студии, то мы имеем в виду ту мудрость, которую Иосиф и Моисей, соответственно, получили от египтян и использовали ее во благо всех. Ну, собственно, по истории изложенной Библии, и что Иосифа неправильно поняли, и, соответственно, породились различные толки, в том числе это был и герметизм, и герметизм сам, он прячется под одеждами платонизма, христианства и прочих различных движений, но при этом мы не должны его упускать из вида, потому что, по сути, это движение как в одно. Да, я уже заканчиваю. Ну, собственно, просто подводя итоги, получается так, что за XVII век герметизм был разгромлен с разных сторон, и вот, наверное, только и Ральф Кетворд с кемплическими платонистами, и некоторые представители парацелесистского движения, которых не очень сильно слушали, вот из-за их такой ярой направленности, эзотерического характера, они стояли на позициях защиты. Ну, и Афанасий, остальные же, они критиковали и герметизм по его данности, но иногда не слушая друг друга и преследуя совершенно различные цели. Но так получилось, что после XVII века, собственно, уже никто не мог говорить всерьез из исследователей, несмотря на влияние герметизма на науку, и это мы еще видим, скажем, и в работах Бойля, и Исаака Ньютона, и Фрэнсиса Бэкона, где все-таки есть отсылки определенные к герметизму, но они скорее такие вот, ну, там, иносказательные, да, там, приведение в примерах, но уже никто всерьез, как деятели возрождения, не ставит герметический корпус, как некоторое наукообразие. Вот этот переломный момент, я его вкратенько описал. Да. Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое, Борис Кириллович. Вот вам овации. Дурно продолжить. Включились овации. Спасибо. Иванова Мария спрашивает, можно ли где-то почитать текст доклада, если он есть целиком. Ну, смотрите, текст, текст, во-первых, опять-таки, я апеллирую к книге Эбелинг, там больше того, что я говорил, в том числе, описано, да, то есть я немножко там дополнил, перефразировал, да, но вот можете как раз-таки обратиться к этой книге. Я, возможно, тоже опубликую текст доклада, но когда это будет, пока не знаю, и пока еще не готов, в общем. Я бы просто добавил, что, на самом деле, у Бориса Кирилловича за последние лет 10-15 вышло огромное количество всяких статей на тему герметизма, где эта тема и другие затрагиваются. Так что, в принципе, они доступны в сети, можно просто поискать. Но конкретно эту тему я не писал отдельно, были только некоторые пометки. Хорошо. Вот еще про Алла Гичак спрашивает. В наше время продолжательным является Томберг. Ой, ну вот это что называется, да, в чем разница между герметизмом и герметизмом, да, и даже на переводных работах Томберга стоит именно то самое слово герметицизм, если вы посмотрите на английском. То есть Томберг, конечно, сам использует герметическую терминологию, да, но это определенное отдельное направление, связанное с картами Таро, по большей части с этическим герметизмом, да, и отдельное направление, которое достойно внимания. Так же, как и многие другие направления. Кстати говоря, может быть, мы в серии свои где-то через пару лет хотелось бы сделать отдельную такую большую монографию, именно связанную с историей карты Таро и связанную с герметизмом, потому что еще никто ее не делал, да, и в том числе вот Томберг, и Гоум, да, и еще ряд различных представителей там могут тоже присутствовать, да. Борис, можно ли сказать, что в 17 веке завершается история герметизма такая, в классическом или полуклассическом виде, и начинается скорее история герметицизма? Да, 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 да. Об этом говорит, кстати, Антуан Февр, ну, в одной из своих версий, как вот разделяет, да, он говорит о том, что да, действительно, вот после возрождения, да, то есть уже мы можем говорить о герметицизме. Я не совсем с ним согласен, и он сам с собой, кстати, потом в других публикациях не согласен, да, более поздних, из-за того, что есть такое явление, как арабский герметицизм, да, и он совершенно отличается от того, что мы знаем, да. Есть еще вообще то, что было до герметических текстов, там вот культы вот эти, чем занимался Фадей Францевич Зелинский, да, там Тураев, вот. Их тоже нельзя назвать герметическими, хотя они имеют непосредственную связь. И вот как с этим быть? Ну, наверное, одно включить в другое. То есть, а так, если уж жестко поставить какую-то такую рамку, да, что, ну, скорее всего, да, потому что влияние герметического корпуса непосредственно, да, вот на происходящее, да, его второе оборождение, ну, конечно, заканчивается 17 веком, несмотря на его продолжение с помощью Розенгрейсерства, масонства в более позднее время, да, там и других движений, там, герметических орденов, и всего того, что происходило и происходит до сих пор, начиная там с 20 века и доканчивает. То есть, ну, да, грубо говоря, так. Но это одна из версий. Спасибо, Борис. Тут еще Евгения Гусева спрашивает, занимает ли какое-то место герметизм в идеологии мистического гитлеризма? Вот как. Ой, я, наверное, отошлю к работе Николаса Гудрика, к работам Николаса Гудрика Кларка. Кстати говоря, у него есть замечательная работа, по-моему, тоже так же называется, «Западный эзотеризм», где он в том числе о герметизме говорит, но он там не приводит термин герметицизм, он разделяет на александрийский герметизм и его влияние, и на герметизм как таковой. Ну, тут разница терминологии. В принципе, насколько я помню, я, если честно, читал эту работу еще в школе, я под ней выступал, представляете, это же... И это самое, так припоминаю, что там, да, были отсылки к герметическим вещам, но таким общим. То есть, опять-таки, герметизм. Главное не читать Луи Павелли, да. Ну да.